Вот написано, вот он к вопросу, вот четыре четверти, написано C, да, четыре четверти. Ну, написано ленту Асай, теперь вы уже знаете правило, если у нас медленный темп, то мы так дирижируем и пульсируем. Нет, наоборот, наоборот, внутри тактовый медленный, то есть на 8. А это, смотрите, что происходит. Если я внутренне интонирую, а я интонирую, обратите внимание, запишите, метр интонируется. Это у меня, что детки шестилетних пам-пам-памкаем? Давайте по-памкаем, ну так памкаем, ну так, в том стиле и в том характере, в котором подойдет музыка. Но, я могу вам сначала определить. Предположим, есть приложение. Что делает дирижер? Я дурак, палочку не взял. Надо было палочку взять, было бы красивее. Ну, представьте себе, что у меня палочка есть. Так, начало семинорной сонати. С семинорной сонатой есть и дирижер. Я должен показать микродвижение, потому что звука еще нет. Потому что, если я немножко увеличу, обязательно кто-нибудь собирает. Понимаете, да? Я могу спровоцировать. Но я должен эти восьмушки... Смотрите, я просто вспомню, а потом прокомментирую. И начало специкаты, велончели, дробации. Пум, да? Пум. Пум. А здесь у меня что? Восьмушки. 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 Метра. Ну, какой? Выразительный. Да они даже умеренные. Экспрессивные, выразительные. Да. Содержат сам пульс, уже метр содержит себе образ. Понимаете, да? Вот это. Вот как я покажу эти две восьмушки, еще не звучащие. И вот так и сыграют они. Понимаете, да? А мы по... А мы по... А мы по... Ну вот так я вам рассказываю. Что вы мне рассказывали, что вы не диджор. Спасибо. Знаю. Да. Да. Вот. А на самом деле должны... Это можно научиться. Так мы делаем, как пианисты. Дирижировать. Может вы и не научитесь так красиво. А вам тут можно. Пам. Пам. Пум. На второй доле. А перед этим проинтонировать. Понимаете? Что мы делаем? Поиграем сначала. Поиграем без педали. Вот все. Мы говорим, чтобы показывать. Вот для чего я играю без педали, друзья. Чтобы еще один принцип вам продемонстрировать. Обычное отношение пианистов к самому инструменту. Без педали, конечно, можно, но это бедно. А с педали это нормально. Правильно? Нормально, красиво. Принцип другой. Рояль без педали невероятно красивый. А с педали еще красивее. То есть идем не от принципа бедный рояль к более-менее богатому. От богатого рояля без педали. Природа рояля невероятной красоты и звукоизвлечения самого по себе. Идем к сверх богатому. Обогащенному. Поэтому я так свободно специально сижу. Вот у меня ножки детей. Это вам показываю. Вот внутренние. Сейчас мы это озвучиваем. А потом уводим во внутреннюю речь. Понятие внутренней речи понятно. Если мы с вами научились. Так и детей научились. Сначала. Пам-пам-пам. Он всегда плачет. Пам-пам-пам. Нет. Давай уже раздеваем. Пам-пам-пам. Вот так и так играть будешь. Пам-пам. Давай тихонечко. И уходит во внутреннюю речь. Но продолжает. Понимаете, да? Вот это и есть. А внутреннее пульса продолжается. Про себя. Отначалось внешней тихой речи, да? А... Ба... 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 Обна. Вот я сейчас себя поправлю. Мы как обычно слышим сонату. Но я хочу добиться... Сейчас я покажу, что я хочу добиться. и вы увидите, как это написано в листах. Второй этап. Чуть-чуть у меня еще осталось. Соль. Услышали второй раз? Соль слышно? Да. Нет? А что нам здесь написано? Вот он это и написал. И поставил в стиле. А вы когда-нибудь это слышали? Да никогда. Все играют эту гамму. Выразитель, выразитель. Ну, там держат эту соль, конечно. А здесь очевидно инструментовка. Это так называемые низкие волторны. Низкие волторны. А у них свой тембр. А струны под этим не мыслишим. Вот что он стоит. Должны слушать. Я могу отпустить. Смотрите. У меня остаются эти волторны. Третья. Четвертая, третья волторна. Ну и можно не знать инструментовки. Это дополнительно. Но симпопа написано. Написано. Кстати. Вот вам работа с нотом текстов. Стоит вот эта вилочка. Смотрите. Вилочка стоит. Та-ри. Обычно как играют. Та-ри-ля-ри. Да. Вилочка стоит. И все говорят. Так. Так написал композитор. Да. Вот вопрос о том. И это как бы важно. А я спрашиваю. Друзья мои. А почему вы сказали. Уделено. Что эта вилочка. Написана именно для четвертей. А если эта вилочка написана именно для волторны. На гадалосе. Поэтому я играю. С педали, конечно. Я убираюсь. Подныриваю. Вот эта соль. И добиваюсь. Небольшого пещенга. На лодне этого волоса. Это точное чтение. Но это один из вариантов. Как вы понимаете. Один из вариантов. Но уж точно чего нельзя пропускать. Это этой педали. Это, кстати, называется оркестровая педаль. Длящаяся длинная нота. На фоне которой происходит. То есть они наш термин употребляют. Понимаете. Портепиано. Но мы это можем делать руками. Поэтому я могу это сделать без педали. Ручной педаль. Называется ручная педаль. Правильно. Это выписанная ручная педаль. С листом. Начинаем. И вот. С линкопочка. Поэтому с линкопой чуть-чуть с тэ ноткой. Подмениваю. И они с ним играют. Средний голос. У меня квартал. А на хорошем инструменте. Вылезает и сэкс, и секста, и септину. Немножко не остается. А бывает прямо очень ярко. Вот это. Бывает такое. Это на хорошем инструменте. Слышите, септик? Написано. Смотрите, что мы сразу. Сколько зайцев убили. Как управлять этим? Не вообще на четыре грани. Стоит только перейти на многодневпом восьмыми, и все становится на место. Восьмушечка выразительная. Приходящаяся. На определенное время. На дольку, которое здесь, и другие здесь. То-есть. Управляем. Понимаем.